Тили-тили-тили-тили-тили-тили-ли-ли Ты знаешь, просто есть библейские истории, которые вот, например, у меня вызвали шок. Реально шок, когда... Ну вот, продали там ребята имущество и пришли к своему великому апостолу и отдали не все деньги за свое имущество. И просто один пал мертвым, через 3 часа жена пала мёртвым, то есть их поубивали, блин. И при этом это нормально. А это преподнесено, что обязаны принести. То есть программа чётко так написана. И человек свят, этот вирус, Библию, извините, как есть, человек разносит. Человек разносит по своим деткам, он тоже читает тебе Библию. Да потому что ты сначала сам разберись, что здесь написано, потом дай своё ребёнку. Что ты читаешь, да. Это точно так же, как в школьной программе. Что ты читаешь? Зачем тебе преступление и наказание? Зачем тебе Анна Каренина, женщина, которая изменяет мужу и потом недовольна тем, что имеет, и бросается под поезд. Ещё и самоубийство. Зачем это закладывать в ребёнка? У ребёнка... Вот этот, кстати, механизм впечатлений нам бы классно было разложить, это публично тоже. Мы же со впечатлениями сталкиваемся сразу, как только заходим в глаза, в глаза. Первый блок, что мы встречаем в психике впечатления. Так вот, впечатления ребёнка, они определяют разворот метельных меток, по сути дела, событийного ряда на всю жизнь. Они определяют основные травмы, которые развернутся и будут формировать жизнь ребёнка. И получается, чем мы нагружаем наших детей? Говном мы нагружаем наших детей, и потом говорим мусором. И потом мы говорим, почему у них жизнь говняная. Ну, так что посеяли, то пожали. Посейте пшеницу, и вы будете иметь пшеницу. Вы же создали. Посеяли сорняк, вы имеете сорняк. Да, да, да. То есть, точно так, посеяли болезнь, вы имеете болезнь. Это вообще невероятно. И кажется, вроде взрослые люди. Всё время анекдот вспоминаю, когда Вовочка заглянул в спальню к родителям, и они занимаются оральным сексом, да? И он так дверь закрывает. И эти люди запрещают мне ковыряться пальцем в носу. Понимаешь, вот то же самое и здесь. Это как в Инстаграм, вот это я увидела в Америке, наверное. Короче, в Инстаграм увидела, как, ну, наверное, в Америке это происходит. Значит, мужик, там, я не знаю, сидит, это суд или что? Ну, суть такая, что мужик, а, или, может, учителя, педагога, ну, там какой-то, и он начинает, говорит, смотрите, что мы своим детям, что вы нашим детям даёте, какую программу. И берёт, значит, книгу, где в этой книге, не помню, какой там класс детям, но рассказывается, как мужчина с женщиной занимаются сексом, как у них это всё происходит, да? И он начинает это читать. То есть учебник, который детям даётся, он просто берёт и тупо читает, там все эти, да, начало, как оно поднимается, как оно там это. И он читает, а тот, кто, там, те, кто присутствуют, для кого это, кому это претензия, да? Он говорит, хватит, не надо читать. Зачем вы это читаете? Он говорит, в смысле? Не надо нам читать, мол, неразрешаемо учить. Он говорит, в смысле? Подождите, говорит. Он говорит, вы детям, дети обязаны это учить, читать, а вы здесь стесняетесь, что я произношу. Понимаешь? Вот он, где разум. Вот смотри. То есть детям можно любой мусор накидать, а я взрослый, мне не надо, при мне это стесняйтесь, скромничайте. Вот она ложка. Кому лжом? Сами себе. Мы детям, то есть не доносим вещи в любви, в ценности, в благодарности, а именно вот оно, хитрыми способами, лишь бы нагрузить и от себя свалить и просто, да, и сказать, ох, какие мы умные, ох, какие мы правильные. Да, ложь. Ложь распространяется. Еще мы начинали прошлый подкаст. Ложь. И пока не уберешь искажения, есть время. И ты играешь, у тебя выделено-то время. И лишь благодаря времени ты можешь увидеть результат своей лжи или же искренности. То есть свою суть увидеть можешь в процессе жизни. Блин, свою суть увидеть. Наташа, когда мы видим свою суть? В момент смерти. Вот именно тогда человек вдруг касается, он бежит всю жизнь от себя. А именно в момент смерти он вдруг осознает свою суть. то есть результат своей сутика. То есть то, что... Своей жизни. Да, результат своей жизни. То, чего носителем он является. Что он в себе взрастил или что он в себе развил. То есть, блин, и тогда больно человеку, потому что он видит просто тупо профуканную свою жизнь. Это еще красиво сказано. А теперь прикинь, как больно тем, кто уже соприкоснулся с теми вещами, о которых мы говорим. Да даже просто с инфодаймом. Вот уже человек соприкоснулся и не воспользовался, прошел мимо, типа, а, ерунда, или потом. Я, в частности, я уже много раз думала на эту тему про наших детей и наших мужей. Ведь они и да, и в то же самое время они во сне. И просыпаться они не торопятся. И я осознаю, какая боль настигнет потом. Что ты был рядом. Ты был рядом, у тебя были все возможности. Рядом с собой, а ты просто не воспользовался. Или воспользовался не в полном объеме. То есть, вот этот момент я периодически замечаю и смотрю на своих и понимаю, что и будить нет смысла до конца. То есть, я вижу, уже процессы идут по сравнению с людьми, как мы общаемся, процессы идут, они глубоко и с ними можно говорить на разные темы, но они не до конца, они не до конца осознают то, что осознали мы и вот где-то, где-то на пути и на самом деле если этот путь не будет пройден целиком, будет очень больно. Будет на порядок. Поэтому говорят, что тем, кто ушел далеко, потом очень больно, что не смог, не смог. Партия была офигенная, ты не смог. И вот это не смог. У тебя офигенная была возможность. Да. Просто офигенная. А ты просто не оценил и прошел мимо. Либо просто не до конца. Да, это так. Это так. И на самом деле, смотри, мы что сейчас называем ценностью? Искренность самим собой. Да. Себя. Себя. Ценность себя. Чистого, искреннего, самим собой, больше ни с кем. Не надо тебе оправдываться ни перед кем. Ты просто будь искренен с собой и почувствуй, насколько ты искренен. Или ты лжешь сам себе. Ты можешь миллион раз лгать всем. Всем подряд выкручиваться, объясняться, оправдываться. Таким образом, ты не скроешься от себя. Это оправдание, объяснение, это злость начнет в злость превращаться, и это все будет тебя стеснять и сжимать. Один раз сесть в кресло, загрузиться в себя и разобраться с собой. Потому что ты лжешь себе. Это точно так же, как ты поставил возле себя миллион зеркал. И в это зеркало воспроизвало свое отражение. Фу, ненавижу. Завесил черным. Это фу, мне не нравится это. Завесил черным. Это, это, это. И ты сидишь в темной комнате. И у кого темные стены и нет отражения. У тебя ты сам себе закрыл жизнь. А теперь представь, если ты если ты осознаешь благодарность себе такому, благодарность себе такому, такому отражению. То есть это люди, тебе люди подсвечивают, какой ты. Все люди разные, и ты это разный. И ты осознаешь благодарность, то ты представь, если ты если ты в зеркало светишь солнце, то солнце же вокруг тебя светит себе в отражении. То есть ты не в темной комнате, ты в солнечном, ты огромное солнце. Вот это что надо осознать. А это благодарность. И все это наши возможности. Это все мы. Мы есть солнце, мы есть разум, мы есть свет вот этот. И благодарность материи. Это наше создание. Наше создание. Все, что мы имеем. Ты пока говорила, мы светим в солнце. И когда мы солнце посылаем, мы солнце имеем. Там где мы, там и солнце. А теперь смотри. На днях смотрю ролик. Вылетает какой-то протеерей. Ну вот в чистом виде такой бес. Бес. И рассказывает, как он видит, и как он работает с бесами в людях. Кого посылает. Если ты видишь, смотришь в зеркало, усмотришь в зеркало, видишь Рогатова, то блин, ты же подумай. Ты же стоишь перед зеркалом. А он Рогатый, Рогатый, Рогатый. Окружился Рогатым. И кто же это он? На троне. Смотри, там вокруг Рогатый. Ну, конечно, весело. Но действительно, если в тебе солнце, если ты наполнен искренностью и любовью, ты посылаешь, и ты получаешь. То, что ты имеешь внутри, то ты имеешь снаружи. Все и никак. Никак по-другому. Да, и никак по-другому. Чем больше в тебе солнце, тем больше солнца ты имеешь снаружи. Конечно. И если ты болен внутри, ты будешь вокруг видеть болезни. И это такая благодарность всем людям тогда. Невероятно, что они показывают тебе, что ты болен, так ты благодарность осознай. А человек говорит, ой, какой-то дурак, ой, какой-то этот. Это не я, это не я, это не я. И спрятался я в домике. Завесился шторками. Вот почему надо выходить всегда из замкнутого. И никогда один человек не сможет прийти к самому себе. Никогда. Он просто, он уйдет в искажение, потому что он будет замкнут. И точно так же мужчина никогда не сможет пройти этот путь, какой прошли. Да. Это можно было пройти только в женском теле. Только. А потом только привести мужчин. Угу. Иначе не поможет. Потому что женщина приводит, дает в телах. Потому что речь идет о мирах. Да, да, да. А мире – это яйцеклетка, это женская плита. И при этом, это же женщина. Золотарьковская. Да, так оно, да. Какие-то, какое искажение вообще просто дементральное. Я столько вот в этом всем, когда смотрю, я столько вижу, осознаю подмен просто невероятно. И это так смешно. Это реально. И при этом ты осознай, это-то смешно. Но это все устроили женщины. Это все устроили от себя. Оказавшись от себя, уйдя, спрятавшись за мужчину. Угу. То есть сознание спряталось. И когда ты говоришь о ценности себя, то большинство людей, кто будет слушать, они будут измерять эту ценность чем? Угу. Материальным носителем, деньгами, отношением, подарками, маникюром, прическами и так далее. И нас с тобой будут мерить через призму. Да, конечно. Причесок, одежек и так далее. Потому что слова слышат те, кто уже просыпается. Угу. А все остальные видят картинку. Фантик. Да. И поэтому, вот пока тебя не было, один человек у меня спросил, Наташа говорит, ну, такая личная, это тогда беседа была. Говорит, Наташа говорит, как вы можете видеть человека? Говорит, вот не могу сложить у себя картинку в голове. А я говорю, конфеты как раз лежали. Я говорю, смотри, ты смотришь на конфету, ты видишь фантик. Но ты же знаешь, какая конфета внутри? Знаешь. Какие проблемы? Если ты знаешь конфету, ты видишь все, ты можешь разложить, какая она на вкус, какая она на цвет и так далее. Если у тебя есть это знание. Если есть это знание. А если ты не знаешь эту конфету, ты смотришь фантик. Да. Вот так люди и спят, и смотрят фантики. Хотя на самом деле все знания о всех конфетах мира в них. Да, в нас, да, в нас есть. Все-все, абсолютно все знания. И при этом смотри, можно знать, какая конфета, да, но этого же тоже мало. Ты знаешь, какая это конфета, ты уже заранее все знаешь, но при этом, чтобы познать ее глубже, если ты вдруг захотел, ты берешь и не слепо ее разворачиваешь и тоже кушаешь. Не ешь с фантиком. Ну, разворачиваешь, даже так. Развернул и не в рот засовываешь. А ты же ведь тоже можешь еще благодаря глазкам увидеть. Она же ведь может, ты знаешь, какая она, но при этом она может быть давно лежавшая, спортившаяся, и ты можешь не скучать. То есть стухшая. Ты же тоже и здесь разум. Да, и здесь знания. То есть везде разум. Или же ты просто, я знаю, какая это конфета, развернулась, сел. Нет, везде разум. То есть везде, везде, везде. То есть хочу, не хочу эту конфету. Здесь тоже разум. Да. Ведь она может быть любая абсолютно. Ой, вообще, такие вещи, они настолько глубоко и настолько просты и элементарны. Они вот на поверхности. А человек не видит и не хочет, отказывается. Потому что все простое, самое сложное. Да, да. Потому что человек ищет сложности, потому что это ум ищет сложности. А разум все организует просто. Все просто. Тогда же смотри, как пара строится, мужчины и женщины? Заключение брака. Я просто вот, понимаешь, заключение, и это брак. И мы все несем вот это, ведь речь наша, она действительно создающая, да, заключение, брак. Блин, и мы живем бракованные, понимаешь, вот бракованные, заключенные. А где свобода? Вот она выгода, вот они ссоры, это не потому, что не устроится, потому что нет свободы. А человек сразу, о, свобода, да? Юху! Налево, направо. И, знаешь, как, и изменяет сам себе. А ведь изменяет, есть другая сторона. Измени сам себя. Поменяй с минуса на плюс. То есть тоже, смотри, как я слава, тот же минус. Черточка лежащая, да? Спит, лежит, минус. Поменяй на плюс. Черточка появляется вертикальной. Встань. И появляется рост. А смотри, ты вот говоришь про заключение брака. И тут же, у кого мозгов нету, да, первое, значит, надо венчание. Венчание. Добавочка, специя, пумц, добавила. Да, обрядиком еще, чтобы там послушать, как там, будь как Сара, такой же бездетный, умри при дороге, да, и так далее. Послушайте, что идет в речи в обряде венчания. И поймите, насколько готовы вы вот это все одеть на свою жизнь. А если вы действительно любите, и вы действительно свободны, то вам вообще пофиг, что у вас будет. И при этом вы понимаете, что если вы живете в социальном государстве, то да, вам надо бумага, чтобы она была, чтобы вам было комфортно. Без бумаги будет некомфортно. А без бумаги будет обман. Считай так, сразу обман. А то, что бумага – это обман, даже не думают. Ну и плюс бумага тебе дает смену фамилии, чтобы была одна фамилия на всю семью. И все, и потом можно предъявлять претензии друг к другу. Понимаешь, кушать. Так, блин, вы будете искренне друг к другу. Ну, я все-таки за бумаги. Всегда за то, чтобы было спокойствие, свобода, согласие. Это о чем? О том, что созреть надо. Человечество еще не созрело без бумаг. Без бумагам. Оно юху делает, если бумаг нет. То есть, и с бумагами. А созреть. А вот когда созрело, тогда можно и проявиться. Вот эта свобода – это и есть любовь. На самом деле, самая настоящая любовь – это свобода. Это свобода. Когда ты искренен. То есть, ты с этим человеком, ты искренен и ты любишь. Потому что ты осознаешь, что это я сам. И если мне этот человек дорог, то зачем мне налево или направо? Нет смысла. Абсолютно нет смысла. Если я пошел налево, пошла налево, направо, там другого человека. Ну, какие могут быть искренние отношения? Ну, все. Ты уже обманываешь сам себя и того человека. Да. Ну, все, вообще просто. Я простила измену. Ну, на здоровье. Ну, в тебе болит. Ты спрятала эту ложь в себе. На самом деле. Или спрятал ложь в себе. И несешь эту болезнь, боль. Все, как я слышу, все мужчины изменяют. Поздравляю. Понимаешь? Вот вирус такой. Ваша реальность. И все соглашаются. Или как соглашаются. Человек не может без глистов. В нас всегда есть глисты. Это на пользу. И все да, да. И носим этих паразитов. Вот так мы вирус и распространяем. Носим его. Это как я рассказывала про инвалидов в Америке. Ну, это же... Тема-тема. Это вообще просто. Вот просто. Казалось бы. То есть Америка на самом деле. Начало действительно хорошее. Но заигралось. И она уже не замечает. Я вообще восхищена Америкой. Правда. Но уже я заметила это. То есть уход в искажение. В чрезмерной заботе и хорошести. Мы хорошие. Мы даем возможности бомжа. Бомжу. Хочешь бомжом быть? На тебе. Телефончик тебе на. Хочешь инвалидом быть? На тебе все условия. И на тебе это. Хочешь это? На тебе условия. Пожалуйста. То есть мы даем все... Ну, не заиграйтесь. Они уже начинают заигрываться. Столько инвалидов, как в Америке, я не видела нигде. Именно на колясках. Они просто вот... И их... Действительно, для них чуть ли не красную дорожку выкладывают везде. Почет, уважение, забота. И понимаешь, человек, который... Сознание, которое спит, оно действительно будет видеть в этом. Молодцы. Да? Поддерживают. И ведь действительно человека... Ведь действительно человека, попавшего в беду, или же инвалида, можно на самом деле пожалеть. Мне не хочется это слово сказать. Понять... Ну, осознать, наверное, больше, что человеку сложный выбор он взял в свою эту жизнь. Сложную себе игрушку взял в эту жизнь. И как бы помочь ему, это не значит проживать, то есть, его жизнь. То есть, отдавать себя в служение ему. Таким образом, ты костылем получаешься для того, чтобы болезнь не излечилась, не осозналась. А ведь этот человек, который родился инвалидом, он пришел в эту жизнь, чтобы осознать, что я болен, и что мое сознание должно развиваться, что мне надо двигаться. А он не осознает, ему все условия, и он продолжает больше спать. Так вот, я к чему? Так вот, это вирус, который передается из жизни в жизнь. Почему? Потому что для него нет возможности осознать, что мне надо развиваться, начать. Что инвалидность – это о том, что мне надо двигаться, что я остановился в развитии. Так вот, все сделано там, да. И для инвалидов. Но переиграно. И сейчас скажу почему. В аэропорту подвозят инвалида, инвалида в коляске, подвозят к этому транспортеру. Как оно, не транспортер? Транспортер. Транспортеру. Где просвечат. И его все вещи, все ложат. То есть, специальный человек ложит все вещи, укладывает. И подвозят к этой рамке. Я просто случайно. Я так случайно. У меня пал взгляд, но при этом я уже была готова видеть инвалидов, потому что их было много. И поэтому я их уже замечала. И подвозят. И я так смотрю и думаю, к рамке. А как коляска это проедет? Через рамку. Она уже. И вдруг я смотрю. Человек сидел в коляске. Его возили. С него все делают. Он встает. И идет через рамку. Я смотрю так. Встань. Иди. Волшебная рамка. Ежкин кот. И там. А там следующая инвалидная коляска ждет. Ему он плюх туда. И другой человек ему повез. Вещи ему. И я понимаю, что вот прямо на моих глазах. Вот так же инкарнация происходит человека. Сознание, которое не осознает. То есть, ему все условия. Вот он тело покинул. Подошел к черте. То есть, сознание в этот момент. Встало из тела. Перешло. И тут же опять в новое тело инвалидное село. И пошло. И опять ему не дает. Вот что мы делаем. Сочувствием. Хорошестью своей. Вот что мы делаем. Мы не даем сознанию. Выздороветь. Выздороветь. А мы несем этот вирус на себе. Тянем. Я не отпущу. Я такой хороший. Я все накоплю свое. Вот оно деградация. Я затяну. Да. И я потяну. Я такой хороший. Я все смогу. И все. Болезнь эту перетягиваю. Смотрю. Я так ошара. Смотрю второго. Другой рамки. Я уже мне интересно стало. Вот просто интересно. Вот правда. Я смотрю точно так же. Подой. Встал. И пошел. Блин. Ну скажи, что ты не волшебная. Волшебная рамка. Третий. Тоже. Смотри, какая вторичная выгода, когда ходячие люди ездят в инвалидных колясках. Я говорю, слушай, Лерка, смотри, волшебство какое. Лера моя, она мне, она аж опера. Мама говорит, точно. Прикинь. Тут за человека все, все делали. Все, везли. Встал и пошел. И опять сел. Невероятно. Вот как мы не осознаем, но при этом очень хорошо, очень правильные. Но при этом мы уже согласны на игру в инвалида в следующей жизни. Да, да. И мы сами себе готовим. Мы же этот вирус перевезли в следующую жизнь. Мы согласны. Мы согласны с тем, мы принимаем. Ну да, в нашем роду там больные вены и потянул. В нашем роду сердце больное и потянул. Понимаешь, мы вот так, мы соглашаемся. Мы сознание создателя, да, но мы спим и не верим в себя создателю. Создатель у нас где-то там, на небесах. Выше силы, да? Выше силы, что угодно. Инопланетяне, да. Мы в себя не... Мы, понимаешь, мы тянем груз. Но тянешь груз, но извините, груз, и ты имеешь то, что ты тянешь. И все в хату, все жадно. Даже груз потянул. Понимаешь, и не осознай, не просыпайся. Да блин, осознай себя, создателя. Верни в себя эту силу и стань этим огромным солнцем. Не бейся ты, как муха или бабочка на эту искусственную лампочку. Осознай, что она тебе крышки опалит. Осознай, что солнце – это жизнь. Будь этим солнцем и будь этой красотой создателя. А возьми... Почему человек боится, допустим, в темноте подойти к зеркалу? Или темные комнаты? Почему боится? Или за уголь. Почему боится? Потому что Бог вынесен. Сила вынесена. И человек боится там... Я слабенький. Слабенький, я маленький. А кто-то там может меня... И что вот это спящее сознание может создать? Оно создает вот эти страшки этих инопланетян, этих высших сил. Понимаешь, которые... Есть хорошие высшие силы, есть плохие высшие силы. У них борьба идет. И никак болван не может осознать, что это все ты. Это все в твоей башке и все ты создаешь. И тянет этот вирус. Я вообще настолько благодарна Америке. Она просто мне... Вот я могу сказать, я прозрела там. Я прошла через волшебную рамку. В аэропорту. Я прозрела. Я просто... Это было изюминка. Я не знаю, как это описать, но я стала видеть. Еще глубже. Понимаешь, это так. Вторичные выгоды людей. Да. Это просто... Ну... Лежит бомж. И кайфует в интернете. С телефоном. Мы узнали. Телефоны им дают. Бесплатно. То есть, Натя, хочешь ты бомжом? Натя. То есть, понимаешь, политика классная. Вот это, свободы. Свободы выбора. Хочешь этим быть? Пожалуйста. А дерьмо точно так же по улицам течет, как в... Кто? Дерьмо по улицам так же течет, как в Рио-де-Жанейро? Нет. Это разное совершенно. Нет. Мусор, ну, он есть, но он... Если бы я не была в Рио-де-Жанейро, да, я бы сказала, ну, грязновато, да. В сравнении с... Сосриваю это классно. Сосриваю это классно. Да, это классно. Да. Вот. Ну, как бы... Ну, обычно, я не знаю, как сказать. Но суть в том, что... Хочешь и... Вот такая свобода, да. Это выбора. Пожалуйста. 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 И все тебе к этому предпосылки. Бери «не хочу», называется. Хочешь? Не хочу, значит, лежишь бомжом, и у тебя все хорошо. Там «не хочу двигаться», сидишь, и у тебя все хорошо. То есть там, кстати, бабушки, дедушки, ну, и не только, есть... У них, значит, либо в аренду снимают, либо, не знаю, там, дают соцслужбы. Такие электромобильчики. Электросамокат... Не знаю, как их назвать. Это и не самокатики, и не машинки. Это такие детские велосипедики электро. Они садятся и, значит, ездят. И ты, знаешь, так смотришь на старичка. Он едет на этом так классно. И я, знаешь, так... И, кстати, вот так же, как инвалидный, ему все места тут уступают. Тут и у него есть и столик специальный. И, значит, я так где-то в кафешке какой-то, и смотрю, так дедушка едет, уже не первый раз, я вижу, да, а тут дедушка едет. Я мужу говорю, Гена, смотри, говорю, что если нас... смотри, как классно. А что если нашим родителям купить такие электромобили? И, знаешь, я... И тут мне муж говорит, ага, купи. И они совсем тогда зачахнут. Аслан, я говорю, Гена, точно какой ты молодец. Понимаешь? То есть, ну, все возможности, вот какие хочешь. Вот это я в Америке просто благодарна. Я потому что я побывала в хаосе. Это как в этом. Я побывала. Сейчас у меня прям мелькло такое слово вылетело. Сейчас скажу. Хроники Акаши. В библи... Как это? В библиотеке всех... Всех знаний, всех возможностей. Вот натурально. И... Ну, ладно. Может быть, это лишнее. Но это... Осознаю саму суть. Как четко и красиво. Короче, Америка собирает все сознания. Она собирает прямо. И это настолько классно. Она притягивает к себе все сознания. И поэтому люди стремятся туда, от сознания, да? И там возможности. И поэтому там вот это вот все возможности, они проявлены. Возможность проявиться сознанию, да? И возможность такая. И благодаря этому, конечно, ты попадаешь, ты видишь, что здесь ты можешь... И прям желание возникает. Я могу здесь и то. И могу здесь и то. Я могу. Вот оно чувствуется, да? А материя, тело, оно тянется к тому месту, где ты все-таки родился. Где ты... Вот прям чувствуется. Это знаешь, как растение, допустим, или дерево. Определенный сорт. Вот на этом... В этой стране растет, да? А в другой стране не растет. Но при этом, если... Не, ну классно, благоухает. При этом, это если растение с корнями перевести в другую страну, не факт, что оно там будет такое же крепкое. Оно может ослабнуть или вообще погибнуть. Потому что материя, она всегда корнями там, где родилась. Вот она там. А осознание, оно, конечно, Америка очень круто к себе притягивает. Но я к чему это говорю? Но и на том полушарии, и на нашем полушарии не осознается сама суть того, что и сознание, и материя – это вместе жизнь. Это жизнь, это благодарность, целостность, и это здоровье. А разделенное сознание и материя – это борьба. Пожалуйста. Борьба этого полушария с этим полушарием. То есть, это борьба. Так вот, оно, сознание без материи не проявляется, да? А материя без сознания не живет. То есть, и эта борьба всегда, постоянно, она идет. А вот осознание вот этой целостности, что жизнь сама красивая, здоровая. То есть, и там болезнь получается, и там. Перекос. А сама здоровая жизнь – это когда благодарность у сознания, телу, материи. И у материи благодарность сознанию. И это вот оно. Так вот, Америка, она пошла в перекос. То есть, заигрываться стала в возможности. И не замечать. Не замечать. Она просто уже не может. Она пошла в игру. Вот эту я хорошая, я правильная. И уже не замечает то, что уходит сама в игру, в искаженную. Вот эти. И инвалидов станет еще больше, потому что сознание становится паразитарным. И оно мгновенно ловит вот эта легкость. Легкость. О, если я сяду в кресло, за меня все сделают. Мне все удобства. И мне не надо развиваться. Ну, точно так же и по деньгам, и по доллару, и по всему. Точно такая же паразитарность. Да, 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 да. А и в этом гибель. И в этом, на самом деле, окончание деградации. То есть невозможно... Если ты ушел в игру, ты забыл себя. Все. Всегда надо находиться в разуме, в моменте здесь сейчас, и осознавать благодарность своему созданию, и при этом оставаться в целостности себя, не уходя, не заигрываясь в игру. Иначе ты забудешь себя и уйдешь в сон. Вот я к тому, что в сон. Сознание заснет. Согласна. Ну что, нам пора делать расписание, потому что народ ждет, и мы приступаем к работе на следующие полугодия. В следующий понедельник мы порадуем людей, наверное, все-таки погружением или практикумом. А до этого, на этой неделе, еще будет клуб. Тут сегодня к нам приедут уже девчонки. Мы ждем вечера. Да, да. Вот. И завтра, послезавтра мы анонсируем еще на эту неделю программу, потому что нам надо будет с ними поговорить, с их планами состыковаться. Ну, либо же добавим еще. Ну, есть у меня мысли, которые мы сейчас с тобой обсудим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!